Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии Марина Мышко. Главное к этому часу. Массовое отравление. В оздоровительном лагере Сосновый Бур более десятка случаев кишечной инфекции. Несколько детей в больнице. Дожди почти везде и сильный град по дороге к озерам. В край пришло похолодание, но жара скоро вернется. Замечаний множество. Губернатор Александр Рус побывал в Канске на лесопромышленных предприятиях и остался недоволен их работой. Полицейские, медицинские и не только. В красноярских школах начался набор в классы, где ребят обучают премудростям профессий. Ярко, масштабно и вкусно. В Ачинске отметили день города. Для гостей специально приготовили более полутора тысяч пирожков. Массовое отравление детей в оздоровительном лагере в Сухобуземском районе пострадали десятки воспитанников. Диагноз – острая кишечная инфекция. Несколько ребят попали в больницу. Лагерь закрыт. Его проверяют специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора с подробностями Екатерина Павленко. Светлана до сих пор не может прийти в себя. Своё лицо просила не показывать. Накануне её девятилетнего сына поздно ночью увезли из оздоровительного лагеря на скорой. Юному футболисту стало плохо после ужина в столовой. У ребёнка началась рвота, поднялась высокая температура. Я его домой привезла, да. 35 было. Дикий насморк. Дети жались на невыносимые условия. Воды нет. Дети не мылись по трое суток. То есть, чтобы были какие-то салфетки влажные. То есть, если они шли мыться, вода была холодная. То есть, дети попростыли ещё в добавок все. Ну и чем-то трава мылась. Я до сих пор готова просто разорвать вот эту вот безнаказанность. Потому что так нельзя. Это дети. Многие родители рассказывают, у всех пострадавших детей общие симптомы. Тошнота, рвота, боли в животе, в столовой ели рассольник, плов и йогурт. Я точно знаю, что наш тренер двое суток не спал. Всё очень прям печально. Деток вчера увезли, я так знаю, у нас в скорой. Половину автобуса подогнали, 60 человек увозили ночью. Всё после этого написали, чтобы родители экстренно приехали, забрали всех детей. Сейчас лагерь временно закрыт. Смена закончилась на неделю раньше, чем должна была. Здесь отдыхали 300 юных спортсменов. Острую кишечную инфекцию, по информации Краевого управления Роспотребнадзора, зафиксировали у 12 человек. Пятерых пришлось госпитализировать. Двоих позже отпустили домой. На лечении в инфекционном стационаре находятся трое детей из оздоровительного лагеря. Состояние детей ближе к удовлетворительному. Самочувствие хорошее. Жалоб нет. Сейчас специалисты Роспотребнадзора досконально проверяют в лагере пищеблок и качество продуктов. По предварительной версии, кишечную инфекцию дети подхватили из-за антисанитарии и грязной посуды на кухне. Но, возможно, не только поэтому. Нарушение правил личной гигиены персоналом пищеблока. Несвоевременный осмотр на наличие гноячковых заболеваний, на наличие катаральных явлений среди работников пищеблока. Всё это может привести к возникновению неблагоприятной ситуации. При этом у всех сотрудников есть медицинские книжки. Результаты лабораторных исследований продуктов станут известны в конце недели. В лагере сейчас проводят дезинфекцию и готовятся продолжить свою работу. 3 июля сюда должна заехать новая смена детей спортсменов. Между тем, к расследованию этого ЧП уже подключилась краевая прокуратура. А родители намерены обращаться в суд за компенсацией. Екатерина Павленко, Александр Ермошенко, Енисей Новости. Почти зима в июне. На трассе между Красноярском и Абаканом, около деревни Знаменка и в соседних районах Акасии, прошёл сильный град. Причём он не сразу растаял. Белое покрывало лежало некоторое время на дороге, обочинах и полях. Всех, кто ехал загорать на озеро Шира, такая картина, конечно же, неприятно поразила. Сегодня 24 июня. Вон какой град. Мы едем в Шира. Все-все горы белые. Все машины останавливаются. Все в шоке. Кадрами очевидцы на перебой делятся в соцсетях. Как пишут люди в комментариях, одни градины оказались мелкими и действительно напоминали мокрый снег. Другие же были довольно крупными. Размером с перепелиное яйцо, но такая локальная. Июньская зима, конечно же, продолжалась недолго. Похолодало и в Красноярске. И на этой неделе погода ещё может преподнести сюрпризы. Во вторник в ближайших районах будет облачно. С прояснениями пройдёт дождь. Ночная температура всего 14 градусов выше нуля. Днём немногим лучше. Всего плюс 16. Возможен ветер до 14 метров в секунду. Со среды дожди начнут стихать. Ежедневно температура воздуха будет увеличиваться на пару градусов. И к выходным вновь вернётся жара. В субботу и воскресенье ночью до плюс 17-18, а днём 30-32. Ну а пока без зонта на улицу лучше не выходить. Предстоящую ночь и предстоящие ближайшие сутки мы ожидаем, что интенсивность осадков будет нарастать. Но в основном будет заливать южные районы. Вот там мы ожидаем более интенсивной осадки. Но в городе тоже сохранится облачная погода и будет пока ещё прохладно. Но вот только два прохладных дня, потом начнётся потепление. И похоже, в ближайшие дни у коммунальщиков будет много работы. Ночью в Красноярске дождь подтопил 33 улицы. На откачку воды на проблемных участках вышло 19 спецмашин. Техника работала на улицах 78-й добровольческой бригады, цементников, грунтово, семафорной и в районе Крастец. Жалобы от горожан принимает диспетчерская служба 005. Отметим, что продолжительный дождь вызвал сбои в работе некоторых светофоров. Так что водителям нужно быть особенно внимательными. Из-за ремонтных работ в Красноярске ограничат движение на некоторых улицах. Подробности далее. Живика 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 Аптеки низких цен Живика объявляют об открытии аптек в Красноярске свободной 69 мая 42А и 60 лет октября 57. Живика гарантирует низкие цены. Зайди и убедись. Медицинский центр Лабиринт Мед приглашает на все виды диагностики, вакцинацию, генетические исследования и для прикрепления на все виды обслуживания. Телефон 2 906 306. Санаторий профилакторий «Березка» в городе Зеленогорске объявляет солнечный удар по ценам. Весь июль скидки до 30% и проживание для детей абсолютно бесплатно. Санаторий профилакторий «Березка» ваш партнер в мире здоровья. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все, купи на Калинина 43. Купи велосипед в розницу по оптовой цене. Более 300 моделей в наличии. Мы доставим его в любую точку Красноярска бесплатно. Оптово-розничная база велосипедов. Поселок Березовка. Кирова 56. Водолея. Июнь. Месяц радиаторов и насосов. Меняешь или проектируешь отопление в квартире или доме? Тебе в Водолей. Скидки до 20%. Подробности на водолей.рф. Фабрика мебели «Корпус Плюс». Это опытные специалисты, бесплатный выезд замерщика и дизайнера. Заключение договора на месте, рассрочка без участия банка. «Корпус Плюс». Идеальная мебель по оптимальной цене. 242-64-61. Корпусвдом.ру Операция. Обычно это то, что наводит страх и пугает своей болезненностью и травматичностью. Но только не в этом случае. Ведь эта лазерная операция вен выполняется без общего наркоза. Через один иголочный прокол и занимает всего 30-40 минут. Причем сразу после процедуры пациентке предложат приятную прогулку без потери трудоспособности. Ноги Алексея вызвали у доктора немало эмоций. Но почему раньше не пришел? Итог – срочная операция. Полгода назад Алексею выполнена операция по поводу крайней степени запущенности варикозной болезни. Через полгода мы наблюдаем замечательный результат. Клиника Варикоза НИТ – это инновационный сосудистый центр, экспертная диагностика и передовые технологии. География пациентов поражает воображение. Едут за помощью отовсюду. Здесь и Северная Америка, Европа и даже Африка. Основной принцип нашей компании – один, единственный и самый первый – не навредить пациенту. Поэтому всегда очень внимательно начинаем лечение с правильной постановки диагноза. Клиника лазерной хирургии Варикоза НИТ. Город Красноярск. Улица 9 мая, 51. Телефон 205-45-01. Жизнь белой медведицы из Норильска вне опасности. Животное, которое несколько дней блуждало в окрестностях северного города, сейчас приходит в себя на карантине в Красноярском зоопарке. Медведицу кормят мясом, рыбой и замороженными фруктами. Такой усиленный рацион нужен, чтобы как можно быстрее привести в норму вес. Пока почти двухлетний зверь весит чуть больше 100 килограммов. Это в полтора раза меньше обычного. Еще одна главная задача ветеринаров – полностью очистить желудок медведицы от инородных предметов, которые она успела съесть на свалках. Ну там уже и пуговицу, и золотинки, и полиэтилен, и скотч, и все что угодно. Сейчас желудок очистится, и уже начнем, сможем давать препараты более такие серьезные, поддерживающие там и функции печени. Мои ребята приехали, сказали, дня три, и она бы уже бы умерла. Ну там масса была вариантов, начиная с того, что то, что она там ела, и то, что находилось на этой помойке. Помойка промышленного района, представляете, да, там, начиная от химии непонятного происхождения и заканчивая объедками непонятной свежести. Добавим об истории этой белой медведицы, да и вообще о животных, которые содержатся в нашем зоопарке. Речь пойдет в программе интервью сразу после этого выпуска новостей. Сегодня гость нашей студии, директор Роева ручья Андрей Горбань. Не пропустите. Так дело не пойдет. Губернатор Александр Ус побывал на трех предприятиях по приему и отгрузке древесины в Канске и остался недоволен тем, как они работают. Руководителям он устроил форменный разнос, а затем все проблемы обсудили на Большом совещании. Что решили, знает Анастасия Мосина. Подробности в ее материале. Такое ощущение, как будто у нас эвакуированное предприятие во время войны. Прямо вот с колес начинает работать, а вы уже много лет работаете, собирается работать. Поэтому так дело не пойдет. Первое предприятие и сразу претензии. Масштаб производства большой. Здесь заготавливают порядка 80 тысяч кубометров древесины в год. Но есть и большие проблемы. Владелец промышленной зоны отвечает сбивчиво. То ли от волнения, то ли сказать нечего. Отходы древесины хранят с нарушением правил. Плохо и с противопожарной безопасностью. Ну это же опасное пожароопасное производство. Здесь должен быть порядок смешания и исправления. Он просто должен быть всегда по определению. Не менее серьезные замечания и к владельцу следующего предприятия. Сюда глава региона приехал вне плана. В разумительных ответах на вопросы, сколько пилят и сколько зарабатывают, губернатор не получил. Но хоть с утилизацией горбыля и опилок здесь получше. Что делаете с отходами? Население, что-то сжигает у себя в котельной. У меня боровая котельная. Боровая котельная. Да, сушилки, отопление. Горячая вода на предприятии. По закону о чистоте и порядке промышленники должны позаботиться сами. Однако мало кто делает это и делает как положено. Вопросы утилизации древесных отходов Александр Ус и сопровождающий его министры лесной промышленности и экологии уделили особое внимание. После визита на предприятие большое совещание. По словам главы Минэкологии края Павла Корчашкина, предприниматели упорно не хотят признавать свою ответственность за вред окружающей среде. Многих не пугает даже приостановка деятельности. Но теперь все должно измениться. Буквально 16 июня этого года поднялись еще и штрафы. Если раньше это было 250 тысяч, то теперь это 700. И я думаю, что мы после сегодняшнего разговора не просто признавим предприятие к ответственности, но еще и договоримся о совместных шагах. В Красноярском крае четыре основные лесопромышленные территории. Канск занимает второе место после Лесосибирска. В городе работают порядка сотни предприятий. И пока вопрос утилизации отходов здесь не решен. Специального полигона нет, переработка вторичного сырья ведется слабо. По мнению губернатора, необходимо направить предпринимателей в нужное русло и поставить четкие сроки. Формально мы можем остановить предприятие достаточно легко. Но это рабочие места, это экономика. И людям надо действительно помочь найти этот выход. Мы со своей стороны будем стремиться к тому, чтобы и переоборудовать часть наших котельной, предоставить налоговые льготы для создания так называемого пилетного производства, которое может быть очень рентабельным и востребованным. И нам необходимо отвести на все это, на все про все, как принято говорить, не более полугода. Краевые власти готовы на беспрецедентные меры, чтобы повысить эффективность управления лесным комплексом. Приоритетные направления новой политики указаны в особой программе, реализация которой началась в регионе. Одни из главных пунктов – прозрачности, социальная ответственность бизнеса в этой сфере и развитие так называемой локальной экономики. Следить за всем этим обещают строго. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей, новости. Красноярцы нашли в протоке Енисея частично утопленную машину, а жители Ленинского района дождались сноса целого квартала заброшенных гаражей. Об этом и не только в блоке коротких новостей. Подросток на Мерседесе устроил гонки с автоинспекторами в Красноярске. 15-летний парень ночью разъезжал по Ленинскому району на родительской машине без номеров. Это заметил наряд, но на просьбу остановиться юноша лишь увеличил скорость. После непродолжительной погони Мерседес врезался в мусорные баки. Подросток пытался сбежать, но его поймали. Теперь родителей оштрафуют. А вот в советском районе Красноярец нашел в протоке Енисея частично затопленную машину. Фотографии он опубликовал в соцсетях. Интернет-пользователи предположили, что водитель наверняка пересекал протоку, а затем попал в глубокое место и не смог выехать. Рассматривает и другой вариант. Владелец решил помыть авто, а машина сошла с ручника. В ГИБДД никаких заявлений не поступало. Целый квартал заброшенных гаражей 60-х годов начали сносить в Ленинском районе. О многочисленных незаконных постройках мы рассказывали ранее. Они находятся на улице Паровозная, рядом с жилыми домами. За несколько лет большинство строений развалилось. Они превратились в приют для бомжей. Такое соседство жителей не устраивало, и они требовали снести гаражи. Пока демонтируют только железные конструкции, а вот бетонные уберут позже. Сначала попытаются найти собственников. В Томске Красноярский футбольный Енисей провел товарищескую встречу с местной Томью. Счет матча 0-0. Это первая игра Енисея под руководством нового тренера Александра Алексеева. Сейчас наша команда активно готовится к новому сезону, который стартует уже в июле. Важная информация для автомобилистов. Улицу Вавилова, которую заблокировали для движения транспорта из-за ремонта теплосетей, откроют на две недели позже. Об этом рассказали в управлении дорог администрации Красноярска. Первоначально ограничение планировалось снять 25 июня, однако подрядчик попросил сдвинуть сроки на две недели. До 11 июля будет закрытый участок улицы Баграда. Кроме того, в этот четверг, 27 июня, ограничивают проезд рядом с цирком. Этот отрезок дороги в районе дома 143А на проспекте Красноярский рабочий вы сейчас видите на экране. Участок откроют только в середине августа. Причина та же – ремонт сетей. Но и это еще не все. Рассматривается вопрос по ограничению движения по улице Партизана-Железняка. В районе июня планируется перекрыть примерно полторы полосы для движения в сторону Советского района. И в обратном направлении по завершению тех работ также будет перекрыто, планируется перекрыть левую полосу. Дополнительная информация будет также доведена по боевому времени и периоду перекрытия. Красноярские железнодорожные станции «Путепровод» Первомайская и Енисей очистят от бесхозных гаражей. Там уже начали сносить временные сооружения. Дело в том, что почти все они были установлены незаконно и мешают проведению технологических работ, не говоря уже о том, что все это просто некрасиво выглядит. Часть построек демонтировали сами владельцы, ну а те, что остались, разбирают специальные бригады. Кстати, все имущество, которое находится в таких гаражах, Красноярская железная дорога будет хранить на своем складе. Непосредственно все имущество, которое у нас хранилось, мы всегда возвращали. Были случаи, даже когда мы возвращали раритетные полостинки и книги, и письма. То есть мы непосредственно это все храним. Непосредственно на тех же письмах, на книгах бывают даже ценные подписи. Таким образом мы идентифицируем это имущество. Полицейские, хирурги, физики. В Красноярских школах начался набор в профильные классы. Подробности после рекламы. А ты готов к сибирскому лету? Куртки и ветровки прошлого сезона 1480 рублей. Весь июнь в Ернаке. Матросова, 18. Санаторий профилакторий «Березка» в городе Зеленогорске объявляет солнечный удар по ценам. Весь июль скидки до 30% и проживание для детей абсолютно бесплатно. Санаторий профилакторий «Березка» – ваш партнер в мире здоровья. Фабрика мебели «Корпус Плюс» – это опытные специалисты, бесплатный выезд замерщика и дизайнера. Заключение договора на месте – рассрочка без участия банка. «Корпус Плюс» – идеальная мебель по оптимальной цене. 242-64-61, «Корпус в дом.ру». Современная лазерная коррекция зрения, новейшая методика «Смайл». Более точная и менее травматичная только в «Смайл-центре» Красноярске. Бесплатная консультация 287-77-33. По вине пьяных водителей в прошлом году в крае произошло более 400 ДТП, в которых погибли 106 человек. Ещё свыше 500 пострадали. Сотни молодых парней, жители девяти районов края, заехали в палаточный лагерь под Красноярском. Все они стали участниками первой смены патриотического центра юнармия. В течение шести дней ребята пройдут экспресс-курс молодого бойца и полностью погрузятся в атмосферу солдатских будней, выучат военные уставы, строевой шаг, освоят армейские спортивные дисциплины и получат первый опыт обращения с оружием. Всего за лето в лагере пройдут подготовку 3000 юных патриотов. Здесь довольно интересно. Можно попробовать, как происходит всё в настоящей армии. То есть подготовка та же самая. Мне больше всего интересно, это в основном строевая подготовка и военная подготовка. То есть это стрельба из автомата. На открытии смены побывал и губернатор Александр Ус. Вместе с ребятами он принял участие в торжественной церемонии и передал военному комиссару края символ боевой славы, кесет с землёй, взятый у памятника морякам в посёлке Диксом. Эти герои в 1942 году погибли в бою с фашистами. Позже этот и другие солдатские кесеты с мест захоронения советских воинов в разных уголках страны в рамках всероссийской акции будут отправлены в историко-мемориальный комплекс главного храма вооружённых сил. Дорогие ребята, я уверен, что этот день запомнится вам надолго, запомнится вам навсегда. И вы станете настоящими патриотами, достойными продолжателями традиций поколения победителей. И ещё о патриотизме. Герои следующего материала своим поведением доказали, что долг превыше всего. Школьникам, которые стоят в почётном карауле, на мемориале победы вручили аттестаты. Эти ребята – ученики школы номер 90. В свой выпускной они решили, что своими обязанностями пренебрегать нельзя и остались на посту номер один. Учителя оценили благородный поступок и устроили торжественную церемонию под открытым небом у вечного огня. получилось даже торжественнее, чем на обычной праздничной линейке. В связи с тем, что сегодня мы заступаем на пост, восемь моих воспитанников приняли сами для себя решение, что лучше пойти на пост заступить, чем присутствовать в школе. Это их выбор. Они любят свою родину и отдают долг памяти погибшим в той страшной войне. Медицинские, полицейские, инженерные классы откроют с нового учебного года в красноярских школах. Заниматься в них будут старшеклассники. Так, по мнению специалистов, они смогут быстрее определиться с профессией. Но и тех, кто помладше, тоже начнут знакомить с премудростями, возможно, будущей работы. Как это происходит, знает Диана Хатяшвили. Здесь у нас получается марганец. После мы тут добавляем перекиси водорода. И у нас выделяется кислород. 15-летняя Арина, несмотря на свой юный возраст, твердо решила, что станет хирургом. С седьмого класса девушка увлекается химией и биологией. Говорит, даже не мечтала, что в школе откроется профильная медицинская группа. Будущий врач уверена, что это точно поможет ей при поступлении в желанный вуз. А среди парней особой популярностью пользуется физика. Для будущих исследователей откроется инженерное радиотехническое направление. Учителя считают, интерес к предмету у ребят появляется после того, как почувствуют его на практике. Сегодня измеряют силу и напряжение тока. Мальчишки рассказывают, такие предметы помогают развивать мышление. С опытом прикольнее работать с людьми. То есть ты на практике проверяешь, что тебе объясняют в теории. И мне это нравится. Так углубленно предметы будут изучать не только по основной школьной программе, но и на дополнительных бесплатных уроках. Ребята даже смогут ездить на практику на предприятия. Пока учителя планируют посвящать таким занятиям один день в неделю. Если кто не понимает, например, физики в предмете помогут разобраться не только учителя, но и ребята. Сейчас мы с Виталией будем делать опыт. Как он называется? Использование токов, токопроводящих материалов. Нам важно, чтобы загорелась лампочка. Нам понадобится батарейка. Токопроводящая ткань и лампочка. Посмотрим. Да будет свет! Горит, горит! Школы сотрудничают с разными компаниями и с вузами, чтобы у ребят было больше шансов поступить, а потом устроиться на хорошую работу. Правда, записываться в такие профильные группы нужно заранее. Ребята даже могут перейти из другого учебного заведения. Выбор предметов большой на базе школ также откроет полицейские, эстетические, архитектурные и даже бизнес-классы. В этом году мы осуществили запуск огромного проекта в нашем образовательном комплексе Покровский. Он называется предуниверситарий. И там буквально более 10 специальностей, по которым будет возможность себя и пробовать, и в вузовских лабораториях работать. Такие уроки будут почти в 8 десятках школ из 114. Со временем занятия организуют и в остальных. Разные профессии станут изучать с 10 класса, а седьмого начнется предпрофильная подготовка. Новый класс откроется с 1 сентября. Диана Хатяшвили, Павел Пателицын, Енисей. Новости. Вкусно, ярко, масштабно. Именно так отметили день рождения Ачинска. Этому городу исполнилось 336 лет. Чем удивляли и угощали всех на празднике, расскажет Александра Репьева. 1683-й в этот год появился Ачинск. Таким же количеством пирожков накормили местных жителей с яблоком, капустой и картофелем. Их всего за одну ночь испекли 15 профессиональных поваров комбината школьного питания. На самый разный вкус приготовили и праздничные мероприятия в честь дня рождения города. От игр с аниматорами для детей, до квестом, для старожилов истории в этот день хватало. От славянских забав до экскурсов в прошлое. Это были кочевые племена татары, монголы, джунгары, кыргызы. Наш герб города, его символика, колчан и лук со стрелами, перекрещенные между собой, это именно то оружие, которым пользовалось местное население. Поэтому кое-что мы у них все-таки позаимствовали. И название города Ачинск берет от племени Ач, Ачи, которая кочевала на территории Причулымья. Ачинск был и продолжает оставаться транспортным узлом, а также межэтническим центром запада края. Здесь проживают представители разных национальностей. Татары, узбеки, латгальцы и русские немцы. Традиционные наряды, песни, танцы и угощения не оставили равнодушным никого. Нина Накаренко три года изучала родной немецкий язык, культуру и традиции. Вспоминаем и ищем рецепты, готовим эти рецепты и угощаем горожан. Те, кому неинтересны различные бузики, плюшки и фотозоны, речь о настоящих мужчинах, могли посвятить время на выставке авто и мототехники. Звук на полную уже сам по себе настоящий подарок для ценителей качественной музыки в машине. Стурбованные двигатели, прокаченные авто. Организаторы 336-го дня рождения Ачинска постарались найти занятия для каждого. И, похоже, это удалось. Ребята, это самый замечательный город. И если этот город кто-то любит больше, чем я, то он мой клон 100%. Празднование дня города продолжалось до позднего вечера. Ради такого случая пригласили вокалистов из Красноярска и Москвы. Море света, качественного звука, живого исполнения на инструментах. Все это впечатлило горожан и подарило много хорошего настроения. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. И это все сообщения выпуска. Всего вам самого доброго и до встречи.